Эта профессия идеальна, говорит Надежда. Сочетает в себе любовь к животным и помощь людям. Девушка уже три года работает кинологом. Я пришла работать, прошла стажировку и за мной закреплили эту собаку. То есть она у меня с самого детства и с самого моего начала пути сотрудника полиции кинологической службы. Все служебные собаки – поисковики. Только одни ищут людей, вторые наркотики, третьи взрывчатку. Объединяет их одно – идеальный нюх. Но перед тем, как заступить на службу, щенок должен пройти проверку. Когда щенок только начинает свой учебный путь, для него делают следовую дорожку. Чаще всего на самых начальных этапах это следовая дорожка из-за какого-то запаха, связанного с едой. Делают, можно так назвать, бульон на тушенке, например, или мясной бульон. И смотрят на работоспособность собаки нюхать. Айс собака-ищейка. Пес способен по запаху найти следы нужного человека. Впрочем, успех дела зависит от взаимодействия между кинологом и его подопечным. Когда служебная собака выезжает, к примеру, на кражу, есть только определенное место следов человека, который уходил. То есть там нет вещей, там вот только след человека. И уже благодаря кинологу, который направляет свою служебную собаку на этот след, собака его нюхает, определяет узкомый запах и следует последуя этого именно человека. На службе в Одинцовской полиции состоят 23 служебные собаки. Среди них есть немецкие овчарки и лабрадоры. Но эффективность работы все же зависит от человека. Поэтому работать кинологом может не каждый. Самое главное качество для его животных. Второе будет качество – это терпение. Третье – это усидчивость. Потому что работа с собакой, она требует очень много терпения и времени. На пенсию четвероногие полицейские уходят рано – в 8 лет. Но, как правило, со своим кинологом не расстаются. Потому что за время работы их отношения перестали быть чисто служебными. Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.